С 2016 года экономические отношения России и Украины переходят в новую стадию. Некоторые детали сообщил глава Минэкономразвития нашей страны Алексей Улюкаев. Сейчас украинские предприниматели не платят за ввоз товаров через границу. Планируется нулевую ставку отменить. Торговля будет идти на общих основаниях. Кроме того, может быть введен запрет на поставки продовольствия. Напомню, меры приняты, чтобы защитить российский рынок. С 1 января вступает в силу экономическая часть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Создается зона свободной торговли. И Россия закрывает дорогу потоку беспошлиных товаров из Европы через Украину. Сегодня же министр финансов Антон Силуанов заявил. Москва готова обсуждать с Киевом реструктуризацию украинского долга, если условия поддержит Международный валютный фонд. Российская сторона уже направила свои предложения. Если МВФ, который формирует программу финансовой помощи, Украине их одобрит, конкретные параметры обсудят уже на уровне экономических ведомств двух стран. Важные условия за Украину должны поручиться ее западные партнеры. На наш взгляд, предложение о реструктуризации долга на три года должно сопровождаться гарантиями реализации украинской стороной этого предложения. Гарантиями со стороны либо Соединенных Штатов Америки, либо Европейского Союза, либо крупного банка по согласованию с Российской Федерацией. Вопрос уплаты процентов по реструктурируемой задолженности мы готовы обсуждать. Это переговорная позиция. Напомню, с инициативой реструктуризации украинского долга выступил Владимир Путин на саммите Большой двадцатки в Турции. Погашение задолженности Украины в 3 миллиарда долларов предлагается разбить на три года. Выплаты начнутся с 2016-го, а в этом году Киев заплатит только процент, около 75 миллионов. Продолжение следует...